Ребят, всем привет! Вы только посмотрите, что я сделала своими руками. Давайте я вам поближе, конечно же, покажу. Это блинный торт, который я приготовила сама с крем-чизом, с Рафаэла сверху для украшений. Ну вот такой, ребят, тяжелый. Я не знаю, сколько он весит. Килограмм... Килограмма два, три, я не знаю. Делала я эти блины по своему обычному рецепту. Я выложу обязательно в шорт, именно сам рецепт. Но сегодня, честно, мне не хватило сил и духу снимать этот рецепт, потому что я быстренько напекла, потом пошла собираться, и, значит, потом собрала его. Крем-чиз – это сливочный сыр, сахар и сливки. Вот, ванильный сахар. Вот весь, в принципе, мой крем-чиз. Фух, сейчас посмотрим на него в разрезе. Я, как обычно, переживаю, потому что... Ну, переживаю я, ребят. Сделала, старалась. Давайте разрезать барабанную дробь. Поддержите меня лайком, я боюсь. Готовы? Готовы? Блин, что, знаете, я хочу, чтобы вам был виден торт, а не я. Ладно, пофиг. Так, пофиг. Торт, да, такое название. Блины с крем-чизом. Торт. Ну, я обещала, я обещала в своем телеграме, что я сделаю этот торт. Я боюсь. Так. Так. Я посыпала серединку этим кокосовой стружкой. Думала, есть прямо отсюда. Потом думаю, нет. Все-таки красиво будет в разрезе показать, да? Ой. Ой, помогите. Блин. Трэш. Давай, я же разрезала уже тебя. Переживаю, ребят. Вот. Ааа, вы только посмотрите. Вот такой вот. Ставлю. Сейчас я уберу, наверное, фрукты. Подложила я. Вырежу. Так. Ребят, вот такой вот торт. И я еще сюда добавлю фруктов. Я фрукты вовнутрь не стала добавлять. Решила добавить, ну, вот так, знаете. Чтобы, ну, вот, было лучше, мне кажется, так. Ой, тут, короче, все гремит. Если что, звуки эти гадкие подрежу. Все. Да? Фрукты убираю. Не будет вам мешать. Фрукты есть тут. Все вкусно у нас. Давайте пробовать. И приступим к нашим разговорам. Так. Ну. Надо еще раз попробовать. Конечно, Рафаэлла. Готовила его целый день. Он не может. Он просто не может быть невкусным, потому что это реально сливочный сыр длины. Ну, это просто как будто сливочный сыр с блинами. Знаете, что попробовать надо? Я знаю, что тормод блины придается еще во вкусвире. Надо попробовать его там. Вкусно. Такие блины. Всех с прошедшей масленицей. Ребят, кто держит пост, за вас. Ну, вкусно. Ну, ладно. Давайте, наверное, приступим к разговорам. О чем хотела сегодня поговорить. Вообще, у меня две темы сегодня, которые меня немножко, знаете, так... Ну, взволновались, бодоражили. Об одной я уже в телеге рассказывала. Вчера буквально. Выложила, что... Давайте по порядку. Короче. У меня... Есть моя бывшая коллега. Мы не общаемся. Мы просто остались подписаны друг на друга в соцсетях. И она сейчас занимается... Обучением стояния на гвоздях. Духовным просветлением людей. К ней можно записаться и так далее. Она моя ровесница. Там, не знаю, в Тибете не жила. Ну, как бы обычная девушка вроде как. Вот она приходит в свои соцсети. Полностью переделывает свою там личную страничку в деловой аккаунт. И начинает активно продвигать вот это вот стояние на гвоздях. Какие-то ретриты. И как бы... Показывает себя полным экспертом. Ну, как бы в этой сфере. Во-первых, давайте так скажем, что... Все вот эти вот темы как... Такие как... Просто, знаете, я боюсь как-то вот обидеть и сказать как-то резко. Но давайте, наверное, так и скажу, что в какой-то момент, лет, наверное, года четыре назад, я активно была, знаете, в теме духовного развития. Я ходила на лекции по духовному росту. Именно, знаете, там, что вот душа, твоя душа пришла в этот мир не просто так. Там, нажарь килограмм пирожков, отнеси, накорми там бедным. Изменяя этот мир через себя, через твои мысли, твои мысли способны повлиять там на что-то такое. Это какая-то такая тема. И, может быть, ну, там, эта идея, что помогать другим-то, да. Но, знаете, какая еще идея есть во всем этом? Что, типа, ты точно особенный. У тебя есть какие-то сверхспособности. И ты своей мыслью можешь все изменить. И, ну, какая-то идет еще постоянно, знаете, промывка мозгов. А люди, которые ведут эти лекции, они, типа, как... Ну, типа, они суперэксперты, они полубоги, короче. Типа, через них говорит их слово. Ну, знаете, типичная религия, на самом деле. Ну, вот, я ходила сейчас там по буддистским девочкам таким. Ну, а в какой-то момент я от этого отошла и очень, на самом деле, хорошо. Потому что, как мне кажется, что людям со слабой психикой, с расшатанной психикой, а в такие темы приходят реально люди, у которых проблемы, они могут в это залезть и сойти с ума просто. Ну, потому что там, знаете, нет адекватных ответов на то, ну, на то там вопрос, не знаю, там, почему я не могу найти себе партнера. Знаете, какой ответ там вот по вот этой всей теме, типа? Потому что твое предназначение какое-то высокое в том, чтобы сейчас быть одной, это все прожить, и вот твое предназначение, и вот это вот все, какая-то хрень с этим предназначением, твоя благость и так далее. Просто это, по факту, ну, пудрит людям мозг, короче говоря. Это пудрит людям мозг, и люди потихонечку сходят с ума в поисках своего предназначения, своей миссии и так далее. По факту, мое личное мнение, что нет никакого предназначения вообще. Мы все здесь по великой случайности. Это нужно четко понимать. Изучить там, что есть космос, что Земля это не вся Вселенная, что Земля это крошка, буквально там песчинка по сравнению с тем, что вообще происходит во Вселенной, что мы находимся на садре жительства, не только там дома и улицы, что наш адрес жительства там, Млечный путь, планета Земля, и таких земель может быть сколько угодно, и придумывать себе вот какое-то такое вот это предназначение. Да мы в рамках Вселенной, мы просто муравьи. И вот это вот когда, даже меньше, чем муравьи, мы вообще пыль звездная. Поэтому, когда начинают какие-то сверхзадачи вкладывать в людей, которым часто плохо, одиноко, и хватает там, я не знаю, денег, образования, работы, семьи, хороших друзей, которые попали в сложную ситуацию, или у которых все в порядке, но у них что-то может быть, да, там в психоэмоциональной сфере не в порядке. И они вот на это ведутся и отдают свое время, все свои силы в поиск каких-то предназначений, смыслов, стояния на гвоздях, каких-то проработок. Ну, знаете, как говорят тебе, вот, постоишь на гвоздях, и все ты вот проработаешь, ты поплачешь, ну, вот, что я вижу, да, там, конкретно у моих знакомых в канале, и все уйдет, и вот только стоит постоять. Как оно может уйти, если ты просто стоишь на гвоздях? Да, тебе больно, возможно, ты там терпишь, пересиливаешь себя, ты плачешь. Конечно, тебе легче после этой практики, только потому, что это было очень плохо, да, ты сейчас себя в такое состояние вогнал, ну, как, знаете, на углях, да, там, тебе жарко, тебе печет, ногам тяжело, и когда это прекращается, ты испытываешь огромнейшее облегчение, ну, это временно, там, через неделю все придет то же самое, как мне кажется. То есть это глобально не борется с проблемой того, что, там, ты одинок, или того, что ты несчастен. Многие люди себя в этом находят, многие люди, но также многие люди просто сходят с ума, и у меня есть такая знакомая, Так вот, меня эта тема именно поэтому возмутила. У меня была такая знакомая, сейчас мы не общаемся, у которой, в принципе, было все хорошо в жизни, но ее эмоциональная сфера была очень расшатана, и она была падка на вот такие вот эзотерические темы. На йогах, на йогу ходила очень активно, на медитации. И все это приводило ее в обычной ее жизни чуть ли не к галлюцинациям. То есть она настолько в своей голове все это связывала, да, какие-то там следственные связи себе строила, что там, ну, она мне невероятные вещи рассказывала, на самом деле, ну, мне кажется, это просто из-за того, что она себя очень сильно накручивала на эту тему. И то есть сходила с ума, по факту. Сейчас, слава богу, она там работает, все нормально, ну, как-то вернулась в такую реальность, в обычную жизнь, но вот эти просто сказки, которые нам рассказывают, это, ну, ребят, это очень похоже на секту. Я сама занимаюсь йогой, сейчас уже не занимаюсь, конечно, ну, сложно сказать, что я прям занимаюсь, что я прям практик, но, как бы, мне нравится, но при этом, я понимаю, что это практика, что, ну, как бы, это я физически развиваюсь, но не надо прям уж так сильно в это верить, что это буквально единственный твой смысл жизни и способ себе помочь, и искать конкретно вот в этом помощь. Есть люди, правда, которые становятся тренерами, а есть люди, которые попадают вот в эти околобуддийские, там, и любые религиозные секты и расширяют свое мышление, понимаете, посредством вот этого бреда. И сводят себя с ума. Короче, если вам сейчас плохо, и вы, допустим, ходите вот в такую вот группу, расширяйте свое сознание, будьте очень аккуратны, правда, и потому что... Ну, я реально ходила, и реально я помню, что я очень верила в это. Я ходила на лекции, я прям, знаете, слушала, я прям вот все это представляла, что мне там говорил. Я ходила, кстати, на лекции Турсунова, кто знает, ставьте лайк. Что мне казалось, что он говорит какую-то... Да, правду, но это, знаете, он говорит прописные какие-то истины, и при этом с каким-то божественным началом. Короче, это бред, по-моему. Знаете, я пришла к тому, что это реально бред. Не надо поддаваться ничему влиянию, вот таким образом. Если вам хочется прийти к Богу, ну, вот христианство, в принципе. Ну, как бы, есть церковь у нас, у нас очень много конфессий, у нас страна, много различных религий. Ну, лучше примкнуть к обычной церкви, чем примыкать к группе сектантов. Ну, вот честно, я по-другому это не могу назвать. И мне это очень сильно, вот вся эта ее движуха напоминает именно секту. Я, ну, не могу ничего с собой поделать. И там ее девушки спрашивают, ну, какие-то вопросы, почему я не могу себе найти партнера. И начинается вот эта, знаете, галиматья про предназначение, про твой путь. Да по факту ты не можешь найти себе партнера просто потому, что ты не готова к отношениям. Либо потому, что ты не хочешь вообще найти партнера. Или ты там всех взбреваешь, кто к тебе подкатывает. Либо, ну, вот какие-то такие вещи, а не то, что это твое предназначение. Нет, ребят, мы живем вообще в хаосе в полнейшем. Глубочное значение. У каждого, фактически, да, у каждого свое предназначение, потому что у каждого свой индивидуальный жизненный путь. Прямо такого, что именно для вас построили. Нет, все это в хаосе, вот в таком бульоне происходит. Жизнь на земле – это большая удача. Образование жизни. На земле были динозавры. У них тоже было свое предназначение. Ну, короче, вы меня поняли. Я эту тему не до конца понимаю. Надеюсь, что вы сейчас не состоите ни в какой секте. Вообще, вот эта тема секты, она меня очень всегда волнует, беспокоит. Я, честно, когда смотрю даже что-то про секты, мне страшно это вообще становится. Знаете, про секты – прикольный фильм. Но не прикольный, он страшный, Кровавый штат. Кто смотрел? Фильм – жесть. Если хотите про секты посмотреть, вот посмотрите этот фильм. Потому что это… Ну, там вот как раз-таки показывается, знаете, такая… Ситуация, когда люди смотрят на вещи только с одной точки зрения. Как, знаете, у лошадей вот такие штучки, они только вперед идут. Я такое не люблю. Все-таки есть наука, да, как-то. Все-таки есть психология реальная, рабочая тема. И ты можешь стоять на гвоздях, если ты хочешь. Но решать свои психологические проблемы и травмы, прорабатывать стоянием на гвоздях, но ты не… Ну, короче, бред, да? Вот, поэтому… Сама я реально прошла это. Ходила, верила. Сейчас я понимаю, что это полная чушь. Полная чушь. Знаете, как это работает? Человек тебе говорит то, что ты и так знаешь. Вот он… Он тебе говорит это такой… Блин, да я же это знаю! Да потому что он говорит просто простецкие вещи, которые ты реально знаешь. Ну, это просто прописные истины. И так это работает. То есть ты… Он тебе говорит там… А вы знали, что небо голубое? И ты такой точно голубое! Вот он-то все и знает. И так вот о семье, об отношениях. Они говорят очень простые вещи, интуитивно понятные всем. Просто некоторые люди не могут, как бы, да, там свои интуитивные переживания и понимания озвучить. Они их озвучивают. И тем самым привлекают к себе людей. А что они потом с ними делают? С теми людьми, которых они привлекли? Они возят их на ретриты, на выезды, организовывают поездочки. Это все, как, типа, знаете, турагентство. Большой бизнес. Продают свои книги, кулоны, амулеты, браслеты, какие-то заряженные футболки. И вот… Ну, вы понимаете, да? Вы понимаете? Поэтому лучше ходить реально в те, как бы, религиозные общины, которые реально признаны. Все, естественно, построено на том, что, типа, ты… Хочется иметь… Понятно, что им хочется иметь какую-то выгоду, но, возможно, это все подстроено, да, так, чтобы иметь какую-то выгоду с этих людей. Поэтому мне это не нравится, честно. Это вот про эту историю. Еще мне Джокер Нотсес написал такое сообщение. Я его вставлю вот тут, да? Посмотрите, что она написала. Сейчас прочитаю тоже. И она пишет о том, что блогеры начинают со временем относиться наплевательски к подписчикам. Я не знаю, кого она конкретно имеет в виду. Но, знаете, мне кажется, я знаю, почему блогеры так себя начинают вести. Типа, что сначала они очень милые, хорошие, а потом они начинают, ну, как бы, быть, знаете, показывать зубы. Это, знаете, как и везде. Знаете, в психологии есть такая тема. Короче, в психологии есть такая тема. Проводили такой эксперимент, что он называется надзиратели и заключенные, по-моему. Типа просто группа людей, ну, они абсолютно обычные люди, обычная выборка, там, студенты, я не знаю кто. Их сажали там на неделю или на две. Ну, короче, такая вот игра. На неделю их на две сажали там в какое-то помещение, и одни были надзирателями, другие заключенными. Они просто люди. Они не надзиратели, не заключенные. Это просто такая игра. По факту через, там, я не помню сколько времени, но надзиратели, у которых была власть, реально становились жесткими. И начинали гасить заключенных. Ну, то есть, это как бы просто, чтобы вы понимали, как работает, когда у человека появляется власть. Такая же история есть с игрой. Тоже психологический эксперимент такой проводился. Допустим, сажали играть людей, допустим, в шахматы. Ну, какая там игра легкая была. И один специально постоянно выигрывал. То есть, ему так давали карты, что он там всегда выигрывал. И по итогу человек, который выигрывал постоянно, он становился более надменным. Он начинал смеяться над тем, кто проигрывает. Хотя тот проигрывает абсолютно рандомно, ну, потому что это такие правила эксперимента. Кто-то должен постоянно выигрывать, кто-то проигрывать. Вот. И тут опять же показывает, что когда у человека что-то получается, когда он на коне, он становится к другим людям. Высокомерным. У него поднимается собственная самооценка. Там раздувается эго. Еще, знаете, это называется синдром охранника. Тоже такое есть. Что когда с вами там разговаривает охранник, он может вам грубить. Ну, потому что вот сейчас, на данный момент, у него есть власть в эту минуту над вами. Пройдете вы или не пройдете. Тут, я думаю, что то же самое. Похожие механизмы работают в звездной болезни, когда люди начинают о себе мнить очень много, а других людей, ну, принижать. И так это происходит. И, ну, как бы, зная вот этот механизм, с этим можно работать. И себя останавливать. Вот вы так же. Кто-то наверняка из вас уже был там повышен по карьерной лестнице или что-то какого-то получалось. Вы же заметили, что вы изменились в характере, правда? Ну, как-то вот вы стали, типа, круче. Ну, как будто бы. И, допустим, к своим старым коллегам, которые там остались там на месте какого-нибудь младшего менеджера, вы, может быть, уже относитесь высока несколько. Это просто вот работа как раз-таки этого механизма. Этому можно не поддаваться. Просто контролить себя. И, как бы, знаете, тут есть такая тема, что говорят, главное остаться человеком. Да, там, в этой индустрии главное остаться человеком. Это очень сложно именно потому, что тебе нужно себя постоянно контролировать. И вот эти вот инстинкты, это в нас заложено просто инстинктивно. Мы себе так ведём. Обрубать. Ты вот видишь, что ты уже вот так себя ведёшь. И умный человек, умный, реально хороший, кто работает с собой, со своими мыслями, он должен себя останавливать. И поэтому вот люди, которые там успешные, богатые, добились многого, и которые остались при этом простыми, открытыми людьми, это на самом деле большая работа. Намного легче быть богатым, успешным и быть, знаете, таким. Кто вообще такие? Это я, тут царь мира. Вот, поэтому тут, я думаю, нет ничего необычного, что блогеры, когда они начинают, они лапочки-зайники, потому что у них ничего нет, они хотят как-то привлечь людей, а когда у них получается что-то, самомнение тут же подскакивает, и уже все как бы на втором месте, главное я, все закрыли рты и слушали меня. Вот так. Как вы считаете, я права? Пишите в комментариях. Вообще, Джокер, спасибо тебе большое, я когда увидела твое сообщение, подумала, блин, надо это рассказать, потому что я прям это вижу, я это знаю. Я, ну как, я стараюсь не меняться, на самом деле. Да у меня, в принципе, ничего не изменилось, с момента, как я записала первое видео, сейчас, в принципе, все то же самое. Вот. Кстати, ребят, я следующее видео буду снимать со своей сестрой, да, поэтому пишите свои вопросики. Я не знаю, кстати, успеете ли вы их написать. Если что, я просто выложу пост. Да. У нас там есть еще пару историй у меня в закромах, которые я не проговорила, вот. Я думаю, что проговорим их. Может быть, их проговорим реально в следующий раз, в следующем видео. Вот. Ну что. Ребят, встретимся в следующем видео. Как вам мой торт? Понравился? Мне, если честно, да, понравился. Я уже наелась. Больше не буду. Оставлю. Получился не сладким. Я добавляла немного сахара. Вот. Поэтому реально получился хороший такой, приятный. Такой вот. Ну чего. Спасибо вам большое, что посидели со мной. Поели. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм. там, потому что там, ну как бы, если хотите больше меня, реально, побольше со мной общаться, я там. Там можно задавать какие-то вопросы, если что-то интересное. Я тут же в моменте могу ответить через кружочек там. Поэтому подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Телеграм я свой люблю. Вот. И прям мне он очень нравится. Кстати, запрещенную соцсеть хотела я вести, но как-то что-то пока не идет. Пока не идет. Поэтому подписывайтесь в телеграм. Я буду там. Ну и, конечно, дзен и все-все-все-все.